О успехе, о человеке успешном сегодняшнем в нашем мире. Мне кажется, что здесь как раз вот герой, и это очень хорошо показано, он успешен. Он успешен прежде всего в таком отношении, как любовь. Вот несмотря на то, что он не успешен в жизни, и существует там такой герой, как бы, успешный в жизни, да, и во всех делах, какой-то там бизнесмен, или мы так и не поняли до конца, кто он такой. Он помощник. Компционер, да, помощник. Тем не менее, он, да, к нему уходят женщины, да, женщины, может быть, какие-то хотят с ним быть, но она возвращается, жена возвращается к мужу. В принципе, это было предсказуемо, это было понятно. Этот мужчина, прежде всего, богат, это чувствуется, он внутренне очень, действительно, как сказали, цельная личность. Это очень сильно притягивает, и в этом есть какая-то истина. И в этом есть русский характер, которого действительно, вот сейчас, мне кажется, что сейчас, в наше время, это начинает очень сильно и очень ярко проявляться. Мы сейчас начинаем бесконечно чувствовать ощущение вот этого нехватки, вот этой истинности какого-то русского характера. И здесь мы её видим. Это как дыхание свежего воздуха. Вот его хочется, хочется таких людей, хочется таких отношений, хочется, чтобы мужчины были способны на такие поступки, когда он видит, что женщина не может быть с ним, и спокойно, не спокойно может быть, да, но он отпускает её. И когда она возвращается к нему, то есть, ну вот, вот это какая-то, в основном, такая человеческая внутренняя сила, и говорить о том, что этот человек слаб и неуспешен, ну, мне кажется, в данном случае, ну, совсем как-то... Вы же понимаете, о какой неуспешности, да, шла речь? Нет, сначала Тина, Тина была первая. Тина была первая, я всё...